Модификация человека в 21 веке Модификация человека в 21 веке Тут хотелось бы сказать, что желание не стареть Оно всегда присуще людям И не все люди смирялись со старостью и смертью Так было всегда И как вы знаете, размышляя о модификации человека Мы говорили о том, что базовое мировоззрение, которое говорит, что модификация это интересно, нужно, полезно Это трансгуманизм И надо сказать, что это мировоззрение имеет, конечно же, очень много различных направлений Но центральное из них так называемый иммортализм От слова immortal против смерти То есть это течение, сторонники которого говорят, что мы не хотим умирать Это несколько радикально звучит Но идея одна Человеческая жизнь слишком коротка Она должна быть продолжена И это хорошо Надо сказать, что такую позицию очень многие люди разделяют Вне зависимости от их отношения к науке Это или религиозные, многие так считают И люди с эсатирическим складом ума В том числе и ученые И вот когда этот подход изучается с точки зрения науки Он называется научный иммортализм Собственно говоря, сегодня мы будем заниматься научным иммортализмом Мы поглядим, откуда он пришел Чего же достигли ученые в этом направлении И каковы перспективы Дело, мне кажется, изумительно интересное Итак Прежде всего люди мечтали об этом И философы самых древних времен Вплоть до наших дней Размышляли на природе жизни, смерти, бессмертия Перечислять можно достаточно долго Но одни из первых философов, которые выражали это впрямую Это были древние даосы Даосизм Он развивался в Китае И примерно в 4-3 веке до н.э. Древние даосы Развивали такой подход Что жизнь, мир Это единая такая сущность Дао В котором материальное и мистическое неразделимы И, соответственно, человек Который является физической сущностью Работая над собой Может изменить свою природу и стать бессмертным Это было 2,5 тысячи лет назад И они развивали различные подходы Такие подходы, как Самоалхимия внутри организма Они размышляли о том, что с помощью медитации Различных практик, диет Человек может сам внутри себя выработать некоторое вещество Которое изменит его природу И он станет бессмертным Надо сказать, что даосы Они сделали много хороших дел в отношении развития науки От них пошли многие химические рецепты Они изучали различные соединения Это был как бы первый шаг на пути химии Ну и геронтологии, естественно Не менее интересен был подход в Древней Греции В мировоззрении древних греков Была одна позиция, что каждый должен умереть Каждый должен состариться Боги умирают Людям тем более положено Но они были против старости Они были за молодую, скажем так, здоровую старость И разрабатывали различные методы Доступные науке того уровня Которые бы помогли человеку продлить длительность жизни При этом сделая старость здоровой Неутомительной для человека И уже спустя полторы тысячи лет И даже больше О бессмертии в прямую заговорили древние алхимики Алхимики занимались действительно поиском эликсира бессмертия Они уже не искали его внутри себя Как древние даосы Они его искали в мире Снаружи пытались сделать различные рецепты Положили начало всей химии Изучая все это И, кстати, надо сказать, что среди алхимиков Выросли и первые медики Вот мы сейчас видим, конечно, Илью Ильича Мечникова Который работал уже в 19 веке И, конечно, уже не был алхимиком Но до появления первых медиков Которые занялись вопросами геронтологии Мы знаем имена Авиценны, Парацельса Которые были в своем роде алхимиками Перешедшими именно к научным методам А вот уже ближе к 20 веку, к 19, конечно же, развивались совершенно другие методы Надо сказать, что развивалось сразу очень много методов Много всегда Если появляется новое направление Медицина или биология, молекулярная биология То сразу же по многим направлениям идут какие-то подвижки И вот великий ученый русский Илья Ильич Мечников Тоже имел свой взгляд на природу старения Но прежде всего он считал, что стариться это плохо И изучая эволюционный путь, пройденный человеческим организмом Он обращал внимание, что наш организм далеко не совершенен И говорил прямой о том, что среди многих методов продления жизни Самым главным будет преобразование человека Исходя из научного знания того времени Он видел одно из усовершенствований Это преобразование нашего кишечника С точки зрения его наш кишечник, он есть тонкий, толстый Толстый кишечник это теперь уже рудиментальный орган Когда-то, когда предки человека питались исключительно растительной пищей Он был нужен для переваривания этой пищи Потом пища стала уже другой И этот толстый кишечник стал как бы инкубатором гнилостных бактерий Которые продуктами своей жизнедеятельности отравляют наш организм Мечников настолько был уверен в своей теории Что даже сам подвергся операции по удалению части кишечника Но экспериментально эта теория не прошла проверку временем, наукой Тем не менее, прекрасно помнить и наблюдать о таком прекрасном человеке Который экспериментировал на себе, как очень многие ученые и биологи И который, кстати, первый ввел термин геронтология Наука о старении Примерно тогда же некоторые ученые тоже пытались найти иные подходы Среди них Шарль Брон Сикар Он родился в 1814 году И уже в конце 19 века пришел к мысли о том Что надо бы попробовать делать вытяжки семейников животных И вводить эти вытяжки человеку Базовая мысль была проста, что половая активность связана напрямую с продолжительностью жизни Шарль Брон Сикар тоже экспериментировал на себе Надо сказать, что уже в конце 19 века В самом конце его он производил опыты Докладывался о них И они были весьма впечатляющими То есть у него, у самого ученого наблюдался процесс достаточно сильного омоложения организма Он смог уже там резво вбегать на кафедру, на которую раньше еле входил Он уже был в преклонном возрасте Но, к сожалению, эффект омоложения, который явно наблюдался Был кратковременным достаточно Но, тем не менее Я это повторяла в других опытах Тем не менее, ученые поняли, что истина где-то рядом Что есть возможности воздействия на человеческий организм Которые бы помогли ему омолодиться Уже в первой трети 20 века Ученый, о котором мы говорили Пол Ниханс Начал работы по клеточной терапии И вводил тоже так же себе и своим пациентам Экстракты молодых клеток Ну, стволовые, скажем так Хотя тогда, в то время, они никому еще не были открыты И надо сказать, что среди его пациентов были Кеодор Рузвельт, Джон Рокфеллер, старший, который прожил 98 лет Сам помню, как он прожил очень много лет Уинстон Черчилль, который отличался тоже достаточно большой долгожительством То есть, можно сказать, что, возможно, терапия была достаточно эффективна Чтобы все-таки продлевать жизнь человека Наука никогда не стоит на месте И теории стариннее развивались Но они развивались, мы о них еще будем говорить Но прежде всего, надо сказать, что вообще над продлением жизни Человечество достаточно много работало Вне зависимости от работ геронтологов и так далее И отмечаются четыре революции в продлении жизни Которые связаны с определенными наработанными медиками методиками Первая методика была связана с гигиеной Ну, как только люди начали мыть руки Как начали их мыть врачи Как начали бороться с грязью Сразу стало легче бороться с различными инфекционными заболеваниями И это развитие гигиены, оно дало некое увеличение средней продолжительности жизни Другая революция была связана с асептикой и антисептиками То есть лекарствами, которые помогали убивать микробы С стерильностью, например, во время операции Что тоже дало свое такое значение Позже, уже в конце 19 века, начала развиваться вакцинация Которая сейчас помогает нам не болеть огромным количеством болезней И точно так же она делала большой оклад в увеличении продолжительности жизни Середина 20 века, открытие антибиотиков Когда люди перестали, ну, не все, конечно, но в большей своей части умирать От таких болезней, как пневмония, например Когда появились сильные антибиотики Когда люди уже смогли достаточно эффективно Ну, может быть, недостаточно, но все равно В сравнении с прошлым временем достаточно эффективно Бороться с гриппом, другими заболеваниями То есть, что такое направление И одновременно развивалась геронтология Надо сказать, что геронтология развивалась настолько быстро Что на основе, конечно, молекулярной биологии Ее выдающихся достижений, о которых мы уже говорили с вами На лекции, посвященной биотехнологии Развилось 300 теорий старения Наверное, даже уже больше Это говорит о двух фактах Прежде всего о том, что, возможно, этот вопрос Гораздо более сложный, комплексный вопрос Вопрос происхождения старения, борьбы с ним Также возможно о том, что действительно существует много механизмов старения И на данный момент ни одна из этих 300 теорий Не является доминирующей Хотя выделилась группа 10-20 теорий Которые признаны На основе которых даже делаются препараты Которые реально борются со старением Не глобально, а в некоторых каких-то аспектах Но такая работа идет Я расскажу о некоторых из них Но прежде всего это свободно-радикальная теория Начало ей было положено в середине 20 века Смысл такой, что внутри нашего организма Накапливаются так называемые активные формы кислорода Свободные радикалы, которые организму нашему не нужны Но будучи весьма активными соединениями Некоторые из них, кстати, существуют одну тысячную долю секунды Эти соединения воздействуют на органеллы, белки и другие И нарушают работу клетки Вы все, наверное, слышали о свободно-радикальной теории По крайней мере, многие Она достаточно признана И считается одним действительно из направлений По которым идет, в первых, нападение старения на нас Во-вторых, борьба со старением Также достаточно интересна теория перекрестных сшивок Она, по своей сути, весьма похожа на теорию свободных радикалов Только там роль отрицательных элементов Играют не активные формы кислорода, а различные сахара Которые вступают в реакцию с белками И имеют свойство сшивать эти белки в произвольном порядке между собой И, соответственно, нарушается работа клетки Очень интересна теория апоптоза Самоубийства клетки Академик Владимир Скулачев Рассказывая об этом Объясняет, что существует достаточно большое количество феноменов Которые говорят о том, что в какой-то момент Запускается механизм самоубийства клетки Который выглядит очень аккуратно Клетка как бы занимается саморазборкой И разобранные части являются питательной средой для других клеток В частности, например, когда эмбрион человека растет То у него есть хвостик Клетки которого потом, так сказать, уходят в апоптоз То есть они сами разбираются, и хвостиков у нас уже нет Среди других еще теорий Очень интересна теломерная теория И элевационная Но сначала я хотела бы отметить Что большое количество теорий старения Выдвинуто русскими, российскими, советскими учеными Более того, в свое время Советский Союз был самой передовой страной В развитии геронтологии И первый институт геронтологии научный Был открыт в Киеве В далекие уже 50-е годы И поэтому, говоря о теориях Мы можем старение Опризнанных, интересных Можем повторять имена российских, советских геронтологов Анисимова, Аловникова, Скулачева, Ховенсона и так далее Так вот, и теломерная теория старения Связана с именем Алексея Матвеевича Аловникова Который в 1971 году Постарался теоретически объяснить механизм Одного интересного эффекта За 10 лет до этого, в 1961 году Американский ученый Хейфлик Открыл специфический эффект Он выяснил, что клетки нашего организма Имеют особенность Они делятся определенное количество раз 50, ну плюс-минус 10, и не больше И достигается так называемый предел Хейфлика На чем это было основано? Это было неясно В 1971 году Алексей Матвеевич Аловников Выдвинул теорию о том, что на конце хромосом Существуют, они действительно существуют Это было уже позже доказано Определенные теломеры, такие окончания И при каждом делении репликации ДНК Количество теломеров уменьшается Ну как будто бы идет отсчет Как будто бы отсчитывается одна костяшка на счетах И когда теломеров становится уже нету Почти нету Тогда уже и прекращается деление клеток И это тоже, когда деление клеток превращается Клетка начинает стареть Это тоже один из механизмов старения Элевационная теория старения Также связана с именем советского Ну в частности и не только его Ученого Дильмана Который связывал старение со специфическим Со специфической нашей особенностью Когда мы начинаем с течением времени Наш организм все меньше реагирует на уровень гормонов В нашем организме Поскольку гормоны нужны Они вырабатываются все больше и больше Только тогда их организм начинает замечать и работать И в результате этого получаются Различные патологические состояния Которые связаны со старением Ожирение, диабет и так далее Это вот пять основных теорий Вы еще наверное будете в своей жизни С ними встречаться Я вообще даже думаю Что ввиду успехов геронтологии Каждый образованный человек Со временем должен знать И эти теории, и эти успехи Для того, чтобы ориентироваться в них И успешно применять для улучшения своей жизни Но есть еще и очень интересный подход Который называется SENSE В переводе английский вариант звучит так Strategies for engineering negligible senescence Стратегии инженерного достижения Пренебрежим малого старения Ключевое здесь слово инженерного Я хочу объяснить, что традиционно Борьба со старением и его изучение Шло в двух направлениях С одной стороны геронтология Изучение теории старения Вообще механизма старения Теоретическое понимание Как бы с ним можно было бороться То есть на самом базовом уровне Другая часть это гириартрия Направление, когда медики пытаются Вылечить уже очень старых людей Бороться с их специфическими старыми Старическими болезнями А вот подход SENSE Который развивается начиная С начала 21 века Совсем недавно Он промежуточный То есть его родоначальник Английский геронтолог Обри Дегрей Который работает в Кембридском университете Выделил 7 специфических моментов Которые есть в старении Эти 7 механизмов Даже не механизмов А скорее проявлений старения Он подразделил их на 7 типов И попытались Обри Дегрей И большое количество ученых Которые к ним примкнулись В этом проекте Работать Пытаясь Нивелировать каждый Отдельный аспект Давайте так коротко их Оглядим Притом надо сказать Что каждый из этих Аспектов старения Он был уже известен В течение 20-го Столетия И уже скажем так Геронтология не находит Новых проявлений старения Кроме вот этих вот базовых Поэтому можно сказать Что вряд ли появится 8-е Итак Еще в 1907 году Было понятно Что существует Так называемый Внеклеточный мусор То есть Ненужные совершенно Органеллы Которые вырабатываются В течение нашей жизни И которые существуют Они вне клеток И они мешают Во многом работе клеток И вообще-то Хорошо было бы От него избавиться Далее Существует Старическое такое проявление Как гибель клеток Или астрофия клеток Это стало понятно В 1955 году Ну и понятно Что организм В котором клеток Просто не хватает Они астрофируются Плохо выполняют Свои функции Он стареет И это тоже С этим тоже хотелось бы Как-то бороться Надо сказать Что По всем этим направлениям Идет определенная борьба С самыми разными подходами Но смысл один Давайте попробуем Против бороться Против каждого из них Вот например Гибель клеток Атрофия клеток Как можно с ней бороться Ну во-первых Стимулируя естественным образом Воспроизводство клеток Вот как например Нарастает мышечная масса При занятии физкультуры Что такое Нарастает мышечная масса Клетки вырабатываются Или например Естественное Искусственное Направление Это когда искусственно Вводится фермент Роста клеток И начинает расти Очень перспективно В этом именно Используется стволовой терапией Когда вводятся Клетки Тех которых не хватает Организма Возмещение клеток Это тоже борьба со старением Относительно этого направления Виден и разрабатывается Именно такой путь Давайте посмотрим еще Следующее направление Старение Это накапливание Внутриклеточного мусора Оно было открыто В 1959 году Примерно тогда же Как был еще один Описан механизм Проявления старения Это накапление Ядерных мутаций Или эпимутаций Это просто два разных Видов мутаций Точно тогда же Они начали развиваться В 1959 году И через какое-то время Там уже механизм был понятен Вот например Внутриклеточный мусор Это тоже интересное Такое направление Потому что внутри клеток Тоже начинается Временем Собираться различные органеллы Которые например Созданные для этого Другие микроорганеллы Микрофаги Ну просто не могут расщепить И есть некоторые такие Тоже органеллы Лизосомы В которых и накапливаются Вот эти вот Неразлагаемые Ненужные Органические остатки Нашей жизнедеятельности Какой подход здесь Предложил Обрид Дегрей Очень интересный Смысл был в том Что Все Ну из общих соображений Было понятно Что Любые органические Соединения на Земле Кто-то Разлагает Всегда найдется Какой-то Микроорганизм Который им питается Очень интересно Что Мысль была Такая Что если Собственно говоря Это не так Вот эти вот Соединения Которые содержатся В лизосомах Они имеют свойство Светиться Светло-зеленым светом Ну конечно Это микроуровни Но когда их много Они просто светятся Светло-зеленым светом И если это не так И есть органеллы Которые накапливаются Люди умирают То собственно говоря Кладбище Должно светиться Светло-зеленым светом Были произведены Конечно Экспериментальные Работы Которые установили Что Действительно Все лизосомы После смерти Поедаются Каким-то механизмами Притом Накапливаемый Мусор Шлак Он может быть Самые разные Природы Абсолютно разные И сейчас идет Так называемый Проект Лизосом Который выглядит Примерно так Из разных мест Земли Лаборатории Которые курируют Проект Сенс Присылаются Образы земли Самых загрязненных мест Кладбище Мусорка И так далее И надо сказать Что в каждом уголке Земли Есть совершенно свои Микроорганизмы Которые анализируются И проверяются Могут ли они Расщепить Самые типичные Шлаки Нашего организма Их выделено Несколько типов И уже на данный момент Против двух Типов Шлаков Которые накапливаются Внутри В внутриклеточном мусоре Уже найдены Органелы И вирусы Которые их разлагают Следующий этап Это вероятно Внедрение гена Который ответственен В этом микроорганизме За выработку Разлагающего фермента Ну например В тело человека И тогда у нас может быть Такое генное Лекарство терапии Которое поможет нам Разлагать этот Внутрилеточный мусор Мешающий нам Долго жить Вот такой например Подход Достаточно любопытный Надо сказать Что Уже прошло Три конференции Куда съезжаются Крупнейшие геронтологи мира Называются Сенс 1, Сенс 2, Сенс 3 Сайт этого проекта Переведен на русский язык Вы сможете его посмотреть В дополнительных материалах И в этом году Вышла книга Обреди Грея Вот она С специфическим названием Эйдин Эйджинг Окончание старения В котором Подробно описывается Достижение Перспективы От подхода Все большее число Людей И ученых В том числе Доверяют Тому подходу Который постоянно Оправдывает И не только По тем направлениям Которые я сейчас Описала Кроме того Хочу еще напомнить Мы об этом говорили Что Проектом Сенс Учрежден фонд Мафусаила И Где прислуждается Крупная денежная премия Ну не мышки Конечно А ученому Который Вывел Самую долгоживущую мышку Я сегодня вам расскажу Про одну такую И так Вот еще осталось У нас Три направления Антистарения Направления старения По которым Могут идти Работа Это старение клеток Оно само по себе Происходит И с ним тоже Можно бороться Это мутантные Метахондрии Которые Были открыты В 1972 году Было понятно Что метахондрии Мутируют После этого Метахондрии Такие специфические Электрические станции Внутри нашего организма Которые Дают нам электроэнергию И в результате Мутации Метахондрии Начинают плохо работать Это такой вот Механизм Который достаточно Серьезно Противодействует Нашему продлению Жизни Также Были открыты В 1981 году Внеклеточные Перекрестные Шивки Тоже с помощью Которые происходят С помощью Определенных Веществ И вот это Все То есть В результате Большой аналитической Работы Было выделено Именно Семь типов Повреждений Нашей внутриклеточной Структуры Которые Ведут К старению Притом хочу обратить внимание Что Инженерный подход Сенс Он не говорит о том Какая теория права Какая теория не права Он выставит А как с этим бороться Ну примерно точно так же Как при постройке завода Ну наверное Нет смысла Особенно выяснять Какая теория важна Коперника или Галилея Хотя они конечно же Очень важны В физической картине мира А просто строят дом Так и здесь Есть определенные методики Которые могут Бороться с каждым Из этих направлений По некоторым Есть достаточно Серьезные достижения О которых мы сейчас поговорим Но пусть Геронтологи Пока разберутся Какая теория Собственно говоря Более правильная Или комплекс теорий А другие Геронтологи Стараются просто Бороться с этим Проявлений Но и достижения есть Притом очень любопытные По самым Разным направлениям Вот видите Что червяки Черви В некоторых экспериментах Живут дольше На 50% А мышки то И еще дольше Любопытно сказать Что По поводу червей Австралийская Ученая Специалист В этой области У нее появилась Такая специфическая мысль В той очереди Очень простая Что вообще На данный момент Живем Человечество Изобрело огромное количество Лекарств Ну просто Десятки тысяч Если не сотни И пришла мысль В голову Исследовательница Ну а может Уже создано Лекарство бессмертия В кавычках так Ну по крайней мере То которое положительно Будет влиять На продвижение жизни Был проведен Проведен Определенный анализ Всех имеющихся Фармакологических средств Выделены Было несколько Коев там В районе 20 И опробованы На червях И выяснилось Что одно из лекарств Который лечит Эпилепсию Увеличило продолжительность Жизни червя На 50% Пока механизм Это окончательно Не выяснен Но считается Что скорее всего Это воздействие На нервную систему И конечно же Если этот механизм Эффективен для червей Совершенно не факт Что он будет Эффективен для человека Но это какая-то Ниточка Которую надо Разворачивать дальше Изучать Ну а мышки Мышки Это наши друзья Самые лучшие И их подвергают Самым разным Изменениям Для того Чтобы выяснить А сколько же мышки Могут прожить Надо сказать Что мышкам Переливали кровь Например От старой К молодой Выявился Интересно Относительно Кратковременно Но все же Эффект серьезного Моложения старой мышки Эффект оказался Неожиданным Сложно устроенным Потому что потом Шли процессы Молодой мышки Не слишком желательны Пока до конца Это не изучено Но так вот это интересно Тем не менее Изучают Очень интересное направление Это была Геномодификация мышек Одной из линий мышей Ученые Соединенных Штатов Изменили генетически Некоторые железы Гипофиз Поджелудочную железу И мышки стали дольше жить Одну мышку назвали Йода Ну вы помните Это Звездные войны Этого маленького Такого бессмертного Джедая Йода И мышка Йода Она была втрое Меньше своих сограждан Но она была Очень подвижна И вплоть до конца Своих четырехлетней жизни Сохраняла большую Такую Сексуальную активность Йода прожил Четыре года Вместо положенных Ему три Для того, что Лабораторные мыши Они имеют Достаточно определенную Длительность жизни Специально так выведены Но самая долгоживущая Оказалась Другая мышка Тоже геномодифицированная В другой лаборатории Которая прожила 1819 дней Практически пять лет Вместо отведенных Отведенных ей Три года Существуют и другие Эксперименты И все они говорят о том Что Многие достижения Достигнуты На людях Ой, на животных Но на людях как Хочу напомнить Что конечно Теоретически Неплохо бы нам было Прожить лет пятьдесят Еще Принимая какие-то Лекарства А лучше разным группам Одним такое лекарство Такое и такое Чтобы потом сравнить Какое же эффективно Какое действует И следующим поколением Назначать эти лекарства Ну люди нетерпеливо Они вообще-то уже Достаточно быстро Пытаются это применять А кроме того Хочу напомнить Об этом мы говорили Что развиваются Компьютерные методы Моделирования человека И еще Как вы помните Например Была Выращена печень Искусственная Из клетки На которой Тестируют лекарства И тут И другой метод Они применимы Для тестирования лекарств Один Метод Выращивания печени Он скорее Снимает Этические проблемы Этого направления Другой Способен Существенно Ускорить Рост Скорость Тестирования Потому что Если наконец У нас будут Хорошие модели Человека Которые работают На молекулярном уровне То все что осталось Вести такую же Компьютерную модель Например Какого-то лекарства В быстром Быстром темпе Просчитать И через полчаса Получить Результат Каков же будет эффект Через 60 лет Человеческой жизни Это направление Также развивается Кроме того Интересным достижением Является Синтез Эпиталона Вы видите Опять Фамилию Российского ученого Ховенсона Который Синтезировал Белок Не он конечно А институт Которым работает Он Синтезировал Белок Эпиталон Как его называют Белок Молодости Отвечая За одну из функций Эпиталон Помог Не укорачиваться Теломеразом Помните Мы говорили Об этом Что деление клеток Зависит от того Сколько теломераз Остается на Концах хромосом И Поскольку Когда он делится Теломераз Теломер Отрезается 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 В то же время Вырабатывается у нас Фермент Теломераза Который Мог бы Противодействовать Но иногда Он не может Просто подойти К теломерам И нарастить их И вот Эпиталон Он Помогает Теломеразе Достичь теломеров И как бы Обратно наращивать Хорошие результаты Достигнуты На лабораторных Животных Еще пример Это Антиоксиданты Которые Достаточно широко Сейчас уже Известны И последние Достижения Связаны С Институтом Физико-химической Биологии Под руководством Владимира Скулачева Академика Российской Академии Медицинских Наук Надо сказать Что Антиоксиданты Вы Это слово слышали Вы можете Пойти в аптеку Купить их Принимать И это действительно Работающие препараты Надо только сказать Что Они были получены В результате применения Свободной радикальной теории Которой мы уже говорили И Не являются Панацеей От всех бед И в то же время Они действительно Блокируют Один из механизмов старения Механизм создания Свободных радикалов В организме Надо сказать Что примерно год назад Лабораторию Под управлением Академии Скулачева Он лично Сообщили О том Что Достигнуты Достаточно Интересные Результаты По Противодействию Старческим Изменениям С помощью Антиоксидантов И В частности Возвращению Старческого Зрения То есть Есть такое Понятие Старческая Слепота Когда люди От возраста Начинают Стареть У них Различные Есть проявления И вот на животных На многих из них Была достигнута Регенерация Этих тканей Восстановление Зрения Притом На 19 животных Различных Это новый результат И я думаю Что конечно же Эти работы Будут продолжены И Сейчас мы Коротко Просмотрели Эти возможности И хочу Напомнить О том Что Огромное Количество Геронтологов И российских И зарубежных Как мы видим Говорят о том Что перспективы Этого направления Огромные Так Один из Ведущих Геронтологов России Председатель Российского Геронтологического Общества Анисимов Прямо Говорит О том Что Также И с Кулачев И многие другие Что пройдет Один Два Три десятка лет И геронтология Сможет бороться Со старением Более того Известные ученые Уже начинают Изучать Социальные Последствия Этого явления Так Умберто Эко Давая интервью Уже размышляет О том А что же будет Когда мы будем Жить дольше Когда Современные технологии Серьезно Повлияют На нас Он считает Что возможно Будут развиваться Новые болезни Как он говорит Но скорее Это не в прямом смысле Болезни А Ну как Новый вид изменения Организма Могут привести Какие-то новые Побочные эффекты Возможно Размышляет О социальных Последствиях Когда дети Начнут изучить Учителей Дети учат Родителей Они развиваются Быстрее И так далее А родители Еще не умерли И многие другие Вещи он проведет Работают В этом направлении И российские Ученые Интересно Надо что так же сказать Что этот эффект Особенно заметен В разных В развитых странах В Соединенных Штатах В Европе В Японии Где люди уже Достаточно много живут И там конечно Поднимаются эти вопросы Серьезно Потому что Ну например Такой интересный эффект Как увеличение разводов Вдруг выяснилось Что японки Начинают бросать своих мужей После того Как они там выходят на пенсию Вроде бы это как нелогично Правда В интернетете Многих людей Заложена мысль о том Что ну вот Все таки дожили Пенсия Осталось жить Это немного собственно говоря Ну уж доживем Японки Рассуждают иначе Жить мне еще долго Он у нас Подолжение жизни К 90 годам Мне всего 60 Я всю жизнь На него работала Обеспечиваю карьеру И что мне теперь А теперь он еще и дома Все время будет сидеть Факт таков Коснуться Коснуться именно Психологических аспектов Принятия Непринятия Сенс Сенс Обреди Грея Есть раздел Посвященный Этим вопросам А кроме того Ну это же выбор Каждого человека Тут надо сказать Что эволюционно Мы приспособлены Стареть Эволюции Не нужна Наша долгая жизнь Ей нужна Постоянная смена Поколений Для того чтобы Развивался Наше генетическое Прошлое Развивался вообще Наш геном Приобретали Как-то Все лучшие свойства Ну эволюции Обычные Но мы уже живем Не столько в век эволюции Сколько век Направлен на дизайн Человека Век его модификации И если мы будем Долго жить То собственно говоря Эволюция отменяется Потому что Следующее поколение Может быть через 200 лет И тут вопрос Вопрос Смысла жизни Но если мы будем Жить долго Очень долго Мы можем наверное Достичь очень многих Смыслов жизни Те которые люди Надо оставить перед собой Ну вот увидеть Париж Умереть Или еще что-то Там Выучить всю физику И так далее Иначе говоря Что есть Психологические тормоза Которые Мешают людям Принять И понимание Того что Жизнь может быть Длиннее И понимание Этой необходимости Есть и другие Факторы психологические Которые например Помогают людям Это принять Это Исследовательский дух Свойственный человеку Когда человек активен Когда человек Очень интересно Познавать Творческая активность Огромное количество Ученых Как вы знаете С самых древнейших Времен Жили очень долго Оставаясь активными До последнего Момента И постоянно Желая жить Еще дольше Это и Микеланджело И многие другие Повторять это не имеет смысла И даже Оглянувшись вокруг Мы всегда можем увидеть Вот пожилые люди Например Которые говорят Ну Да я готов Собирают себе Вот На смерть Там какие-то Деньги Или еще что-то И другие Которые Стремлены вперед Они пытаются найти Какое-то себе дело Работу Пишут какие-то статьи Участвуют в общественной жизни Это просто вот Разный тип Личности Но с другой стороны Если общество Будет больше Заботиться об этих людях И давать им Больше перспективы Возможно И отношения Тоже будут меняться Это то Что мы хотим Сказать по поводу Людей пожилых А вот С молодым Там гораздо проще Некоторые ученые Говорят Что молодые Вы же бессмертны Потенциально Потому что Обратите внимание Вот предположим Ученые сейчас С помощью Тех различных направлений Которые разрабатываются Смогут увеличить Продолжение жизни Там Ну до 100 лет Предположим И даже если представить Что весь мир Останется такой Какой есть Так медленно развивается Вы живете Живете А вам сейчас 20 То за ближайшие 80 лет Скорее всего Будут открыты Те методы Которые продлят Вашу жизнь Еще на 50 лет А в связи с ускорением Прогресса За те 50 лет И еще И еще То есть мы как бы Постанимаемся По ступеньке Наша главная задача Тут наверное Не умереть Случайным образом От Ну действительно Случающихся Тяжелых болезней От несчастных случаев Не поддаваться Депрессии И так далее Иначе говоря Открывая Вот эту дверцу В радикальном продолжении жизни На данном этапе развития человечества На данном этапе развития науки Мы открываем дверцу В очень радикальное продление жизни Которую многие называют бессмертием Еще раз повторю Если например Ученые сейчас открывают Продление жизни до 100 лет А вам сейчас 20 То у вас впереди В среднем 80 лет За 80 лет Перспективы науки Будут громадные Ведь практически все достижения Которые видим вокруг Будут достигнуты За предыдущие 80 лет Все компьютеры Практически вся биотехнология И все Все Вот такое интересное Вот такое интересное дело Такое интересное направление Итак Что же мы теперь видим Возвращаясь к модификации человека Когда-то мы говорили Что процесс модификации идет И надеюсь мне удалось это разъяснить Идет по многим направлениям Одно из них И при том Самое Менее радикальное В то же время Если вы рассмотрите Он кажется наиболее радикальным Это продление жизни Продление жизни С перспективой Очень большого Продления жизни И тут стоит вопрос Перед нами Не только как это принять Но и как это использовать Я могу только призвать Всех кто слушает этот курс Интересоваться постоянно Новостями геронтологии Новостями проекта Сенс Другими проектами Которые будут появляться Потому что постоянно Разрабатываются новые средства Либо это фармакологические средства Продления жизни Либо это Медицинские обычные Либо это новые методики Здорового образа жизни Здоровый образ жизни Никто не отменял Надо правильно питаться Желательно Низкокалорийная диета Кстати Которые в свое время Ну скажем так Изобрели доосы древние Это была у них Одна из Позиций Что бессмертия Можно достичь С помощью В частности Не обязательно Не только Но в частности Низкокалорийная диета Она действительно Продлевает жизнь Это уже доказано Различные новые препараты Различные новые Просто технологии Моложения И не обязательно Все это должно быть дорого Как я уже говорила Антиоксиданты Продаются в аптеке Они недороги То есть перспективы Есть и очень большие Но на самом деле Мы сейчас уже будем Заканчивать биотехнологический блок Модификации человека Перейдем к другим Может быть еще более Радикальным вопросам Это вопрос Наномедицины Который мы рассмотрим На следующей лекции Наномедицина Это новая отрасль Которая грозит Перевернуть все наше представление О медицине И достичь Не то что радикальных А сверхрадикальных возможностей Поговорим об этом в следующий раз Опять-таки Давайте не забывать Что мы еще не раскрыли Тему усиления Когнитивных возможностей И даже Ученые говорят О очень любопытном эффекте Как закрутка сознания В компьютер И мы будем Посвятить Наш последний урок Потому что Это может быть Самое радикальное Может быть Самое интересное По крайней мере Вызывающее наибольшие споры Направление Модификации человека В следующий раз Мы узнаем О наномедицине И узнаем Что наномедицина Это один из Кратких путей К продлению жизни К излечению Любых болезней К модификации тела Притом Очень даже радикальной И что этот процесс Идет уже сейчас На этом я заканчиваю До свидания